Недаром еще два года назад Ленинский городской округ получил премию «Прорыв года» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в номинации «Чуткая власть». Держать руку на пульсе происходящего в муниципалитете – главный приоритет в работе местных властей. И нужды, и проблемы бизнеса здесь не исключение. Перед участниками форума, который получил название «Санкции перспективы развития бизнеса», стояла непростая задача, которую озвучил председатель Ленинского отделения торгово-промышленной палаты Владислав Рынша. Встреча проходит регулярно, и поэтому я думаю, что именно на этой встрече мы выработаем какую-то стратегию дальнейшего развития бизнеса на территории и тех мерах поддержки, которые могут быть. Потому что все, что предлагается сейчас на бумаге, это выглядит достаточно интересно, но как это работает и как это можно применить на практике. Каждую неделю на уровне федерального и регионального правительств принимаются пакеты мер, направленные на поддержку бизнеса. Среди них льготное кредитование и кредитные каникулы, освобождение отряда налогов и мораторий на плановые проверки. Тем не менее, вопросы остаются и этот форум, возможность получить подробные разъяснения по ним. Мы понимаем, что каждый из вас, и мы, как можно власти, и проверяющие надзорные органы, вы как судьбе предпринимательства малого, среднего, крупного, существуете в совершенно новых условиях. Формат сегодня максимально расширенный. Возможность прямых вопросов о чем мы будем говорить, возможность достаточно конкретных ответов. В формате круглого стола руководство муниципалитета и различных служб округа обсудили с руководителями организаций широкий спектр тем, касающихся бизнеса. Среди них защита прав предпринимателей и новые инструкции по охране труда, антикризисные меры поддержки банков и налоговые льготы. Все предложения участников форума будут тщательно изучены и станут поводом для разработки новых мер поддержки бизнеса. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.